всем привет сегодня опять плавим алюминий 5 утра плавить я буду вот в этой печушки менее недавно сделал попробую испытать это корпуса паяльной лампы внутренняя часть термоса нержавейка сквозное отверстие труба туда и забита внутри шамотной глиной смесью с магазина ставим сюда вот такой вот тигр с трубы тоже быстро только что варил его и расплавим вот этот вот кусок алюминия с прошлого видео это который перегрет который я грел 960 градусов его расплавим а выльем моего вот в эту вот форму в дешку то есть я не буду нарушать сегодня свои правила потому что я с дегазатором когда плавлю выливаю в дешку и там где-то когда-то недовольны до результатом так вот сегодня я просто хочу испытать совет один человека человека зовут иван сусанин он такой злобный комментарий написал всех советчиков послал куда подальше и говорит делай так как я сказал о сегодня сделаем здесь у меня сейчас прокаливается кальцинированная сода с поваренной солью ну короче ванька сказала что надо обязательно флюсом засыпать все весь алюминий и вот сегодня буду плавить только лишь с флюсом без дегазатора соблюдая температурный режим плавить я сегодня буду газом горелкой тоже по-быстрому сделал вот будет шумно поэтому комментировать наверное не смогу буду просто показывать как что весь процесс и после отливки проточим посмотрим что будет без добавления потом дегазатора то есть только лишь соблюдая температурный режим и засыпаясь в это флюсом большим количеством флюса посмотрим что будет а сейчас как прокалиться вот эта моя смесь будем начинать да и не сказал же вам почему я плавлю в 5 утра потому что из-за этой предновогодней всей катавасии времени днем вообще не хватает тут два-три часа минимум надо все равно уделять безотрывно и поэтому плавлю в 5 утра а если бы я в 5 утра разжег гор на улице то соседи которые так уже наверно крутят у виска они точно вызвали скорую поэтому плавлю сидим мастерской по чуть-чуть ну заодно испытаю вот эту печку чтобы знать что когда например мне надо небольшая отливка разовая например на какую-то деталь то может быть намного быстрее будет вот так вот и буду попробую печь установить на доски и посмотрю как она будет держать доски задымятся или нет тут по идее ободок есть гореть не должно но посмотрим что будет все начинаем все в печь установлена плюс прокален ложка прокалена прогрета горелка запущена можем начинать вот это все вот вот Доска горит Поэтому пришлось в срочном порядке Переезжать на пол Но зато я убавил подачу газа А там температура Остается такой же Так что расход газа еще можно регулировать Я уже один раз плюс снял Просто сейчас еще кину Чтобы вам показать Он плавится и становится стекловизмой Сейчас попробую показать Доска горит 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Чтоб не было вопросов Ёлки вроде немного протекло Сейчас камеру заляпает А может не заляпает Все, начинаем Далее 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 Керосин не панацея, но помогает перебираемся на продольную рассматривать будем потом перебираемся на поле Продолжение следует... Продолжение следует... Короче, что керосин, что ВД-шка, надо каждый раз смазывать, тогда работает, а так налипает. Да и почему-то сегодня получился алюминий какой-то тягучий, прям на резец сильно налипает. Сейчас разверну, посмотрим, что там на дне еще. Начинаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что сказать за керосин, как он себя показал? Короче, отличие от ВД-шки я не почувствовал. Единственное, что ВД-шку намного лучше использовать, удобнее. Одной рукой подаешь, левой рукой пшикаешь, все нормально. А левой рукой с кисточкой лазит туда, как-то неудобно. А в обработке разницы не заметил. То есть, пока это место смазано, и пока резец смазанный, не налипает. Как только смазку сбило алюминием, начинает налипать. Поэтому, что керосин, что ВД-шка. Может быть, не тот керосин, не знаю. Пишите. Прислушаюсь. Правда, другого я, возможно, уже и не найду, нигде. Вот что сегодня вышло. Иван, Сусанин. Я понимаю, что, возможно, ты, скорее всего, и даже и не Сусанин, и не Иван. Андрей, Ивася, или еще как-нибудь. Ну, назвался Иваном, знаешь, будешь Иваном. Ну, извини, что я испоганил сегодня твою идею. Я понимаю, что я нарушил просто все. Все, что можно. Ну, и в итоге кое-что получилось. Вот это донышко. Смотрите. Очень даже ничего. Вот эти вот крапления мелкие, видите? Они здесь. Вот оно. Вот оно. Это шлак. Потому что тигель у меня, как я сказал, я его сегодня только сварил, я его не зачищал. Труба. По-любому там хоть немного ржавчины было. А алюминий я сегодня вообще не трогал. Ни разу не перемешивал. То есть я его как расплавил. Даже до плавки насыпал туда. Это ваш соды, соли. И вот потом, когда снял флюс, сразу вылил. То есть я ни разу не перемешивал. И поэтому поднимать все эти шлаки было нечему. Никакого там дегазирования я не проводил. И вот в итоге что получилось. Но неудобно, неудобно в этой печке маленькой плавить. Все как-то по-новому надо приноровляться. Все, следующие плавки будут все равно в моем большом тигле. Че в тигле в горне. Там уже привычнее, там подручнее. Там инструменты, которые и шлак хорошо снимают. И все, и мешают. И, ваше ваше в случае, я возьму на заметку. Вот это вот. И теперь плавить постараюсь всегда с флюсом. Потому что просто так переплавленное. И вот такое вот получилось. Это очень даже неплохо получилось. Значит, флюс все-таки тоже помогает. Обязательно надо будет, да. Комментарии у тебя гневный был. Возможно, на это видео будет много гневных комментариев. Ну, кому буду огрызаться, кому нет. А тебе сегодня разрешается трынеть, что хочешь. Пиши, что ты думаешь об этом. Так, ну и возможно, я не знаю. Даже это последнее видео, возможно, в этом году. А может быть, на следующей неделе время найду. Есть у меня почти полный мешок поршней тракторных. И мне их надо перегнать. То есть, одну плавку, переплавку сделать, чтобы на будущие детали уже плавить вторая плавка была. Вот, если у меня будет свободный день до 31-го числа, то на следующей неделе мы еще поплавим. Большую плавку, короче, устроим. Переплавим поршня. Там их больше 20, по-моему, не знаю. 23 килограмма, короче, чистого алюминия. Все, всем удачи. Пока. С наступающим.